здравствуйте друзья я вдруг вспомнил что у нас есть плейлист на канале который представляет собой несколько занятий по изучению машинописи или вот тоже называется тайпинг или кейбординг называется вот мы изучаем слепым 10 пальцев методом как работать на клавиатуре это там уже неважно русская английская там в данном случае без разницы но хотя изучается английская на на том примере где мы работаем я хотел кое-что рассказать по этому поводу значит много лет назад в ссср еще я был старшим научным сотрудником в лаборатории методов интенсивного обучения в госкомитете ссср по профтех образованию был такой институт я там вот работал в лаборатории методов интенсивного профессионального обучения и мы с товарищем делали методику обучение машинописи как раз такое время было знаете когда понятно становилось что машинопись это уже не профессиональный навык вот сейчас он будет а общий такой общий технический приближающиеся к навыкам вот там допустим там вождение автомобиля по популярности и так далее поэтому мы так с интересом работали я молодой парень был совсем и все это было в системе профтех образования то есть прикладываться должно было в учебных заведениях то есть мы это отрабатывали как методику профессионально которая должна быть дана предпедагогом чтобы они по ней работали быстрее и лучше учили и так далее и в итоге мы два года работали сделали срубили такую методику она была потом опубликована ну я какой такой журнальный вариант написал для журнала наука и жизнь и там вот это вышло и надо сказать что уже в эмиграции это был восемьдесят седьмой по моему год когда было опубликовано в нескольких номерах значит и уже в эмиграции спустя там лет не знаю десять даже попадались люди которые говорили ой ты знаешь что я помню я даже с собой привез там эти журналы и так далее в общем дело не в этом дело в том что когда я начал этот канал делать 2 с копеечкой года назад ну и как то хочешь там самое такое крутое что у тебя есть показать и я посадил пять девушек которые у нас тогда учились и они выразили желание участвовать в этом процессе я посадил пять человек подготовил там материалы которые нужны для этого дела и собственно повел с ними занятия а записано все это на видео и между тем как я со студентами общаюсь по этому поводу там их пять человек значит я еще рассказываю просто на камеру о каких-то идеях там методических которые стоят за тем что вы видите значит почему я решил напомнить о том что есть я понимаю что нормальный человек не в состоянии там уследить за всем что там творится у нас тем более эти эти видео то им уже пару лет с лишним почему потому что это важный навык и если кто-то не не умеет этого делать так взял бы и научился и это займет буквально ну три-четыре часа я правда не знаю как бы это видео смотреть больше времени займет не знаю но во всяком случае на то чтобы научиться по всей клавиатуре там десяти пальчиками слепую ходить нужно часа три другое дело что вы из трех часов не будете это делать быстро но будете делать слепую поэтому дальше там есть на самом деле отдельная методика как скорость наращивать но в данном конкретном случае если вы слепую не умеете вам наращивать нечего поэтому научитесь и так практика вам даст какой-то рост скорости неминуемого само по себе но если встанет вопрос о том как повышать скорость мы отдельно запишем то есть я я это тоже знаю то есть людей которые раз умеют разучить ну разучивать клавиатуру много кто побыстрее кто помедленнее кто там по качественней кто кто нет но повышение скорости вам никто не покажет вот а мы как раз этим очень много занимались и я знаю как такими точечными укол уколчиками таким булавочными в течение там 15-20 минут выполняя правильное упражнение то есть надо понять какое правильно там есть диагностика свое вот 15-20 минут и ты перешел на новое плато твоя вот это кривая роста скорости переходит на новое плато просто вот маленьким толчком если ты готов к переходу поэтому так просто хотел вам напомнить и еще рассказать что это плейлист по машинописи я в принципе дам на него наверное ссылку но в описании к видео хотя я понимаю что как бы вы все умеете пользоваться плейлистами и так в практическом плане может быть какая-то польза будет я надеюсь что вы следите видео посмотреть может быть вы так и какое-то удовольствие тоже получите по жизни поскольку там довольно интересные вещи мы обсуждаем возвращаясь в прошлое из архивов счастливо оборудование оборудование